всем привет друзья у нас снова стартует серия за эпир ну что ж в принципе да вот давайте вспоминать на чем мы остановились в общем то наши территории да уже граничат с римскими римляне вот захватили канны в принципе да вот здесь вот ходят по своим территориям имеют право так в общем то на нас пока что никто не нападает спарту мы захватили спарте мы строим городские казармы которые нам дадут спартанских гоплитов ну да спарту придется подержать на низких налогах по финансам по финансам вроде бы все хорошо то есть у нас стабильный рост прибыли так что все нормально так и дипломатами сейчас секундочку я дипломатами я подходил к вашим услугам а кстати вот если посмотреть графики так ринда у не 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 ребятки нам еще рано воевать с рис римом вы уж простите но разница да нам еще рано на воевать с римом тем более у нас как бы войска не готовы да мы и сами как бы не готовы давайте сдадим ход так а вот это вот уже не хорошо честно говоря целая римская армия на границах с нашими территориями находится объявлен союз царства птолемеев парфи окровавленный меч и разбитый щит отброшенный в сторону эти народы решили жить в мире друг с другом пока что так корабельный плотник в таринте отлично городище растет амбракия конечно да дадим этот рост почему бы нет так тут римский дипломат как бы подошел к нашим поселением что-то эти римляне замышляют не доверяю и как ну и где-то тут должны быть галлы туда хозяин ваша честь домой повелитель или вот здесь вот где-то ваша честь так она с дипломатом я иду к парфи сейчас сейчас чудесно а с парфи и значит я ничего не работал дипломатии сейчас секундочку я найду эту самую парфию нет а с египтом тоже нет да ну египта да вот свободный народ в союзе как бы с египтом а я как бы со свободным народом не могу это перемирие заключить было бы неплохо так ну прибыль растет прямо растет и это прекрасно а палаты советников таринте нужны кстати давайте посмотрим конюшни нам так в общем то третий уровень да уже может нам давать доступ к италийской кавалерии а четвертый уровень опыт плюс один так ну нам вообще-то да вот и кавалерию тоже нужно будет подготавливать фирмон фирмон шпион да фирмон шпион нужен а тысячу давайте да я могу себе позволить тысячу я что-то думал что они дорогие будут до дипломат две с половиной тысячи а убийца и тайный агент по тысячу ладно хорошо так дипломатами походил сдадим следующий год так вот это вот мне не нравится римляне уже что-то вот меня надо начинают напрягать перемирие в действии греческие полисы свободный народ эти фракции договорились о перемирии и временно прекратили кровопролитие арест сбок войны уснул но гнев его еще не утих так дороги ну и нам вообще-то нужно вот палаты советников таринте к вашим услугам пути ну конечно конечно же это не все так просто ой олимпия до олимпия знаете если бы у меня были бы осадные машины в пути ну да я так и думал так и думал и вот здесь вот тоже смотрите мисс сена а здесь вот в общем то наверное не суть суть в том что если были бы здесь деревянные стены да если были бы хотя бы баллисты а а это кстати идея знаете вот перед войной с римом было бы вообще-то неплохо подготовиться ну здесь гарнизон торчит в городе так что я хотел вот у меня вот здесь вот вроде бы стрелки третий уровень нам уже дает баллисты и анагры а для этого что у нас требуется рынок нет почему конюшни вот площадка для катапульт что я не тос посмотрел для этого нам требуется публичные бани так ну тип поселение у нас уже есть в принципе остается построить бани сколько они с 6000 а эта штука сколько стоит 3 200 4 хода строится да а бани тоже 4 хода 8 ходов и плюс здесь еще два хода да ну нужно оставить чтобы достроился отменять сейчас как бы смысла нету и тогда можно будет будет но они они нападут так спарта кстати вот повысим налоги спарта тоже хочет расширение так так да мы повелитель да мы повелитель да мы повелитель хорошо я думал больше господин да мы повелитель ага да да я ж помню где это примерно Олесия а мне нужно не иметь так давайте с галами тоже вот союза ключем поторгуем попробуем с них конечно же денежки получить отлично так ну и далее испанцы объявлен союз царство и пир гальские племена денежки мы получаем за это так блин ну я даже честно говоря ну не знаю ну чтобы такого захватить а за фирмон нужно драться олимпию ну как бы грубым таким вот способом никак не захватишь здесь сильная армия нужно ее разбивать можно повелитель в пути хами сену тоже как бы особо для этого нужно нужны как бы осадные машины пока их построишь это пройдет время воевать с римом хочется и не может так вроде бы на 8000 выходим кстати вот спарте да вот последний ход римляне да вот ну сосредоточили с нами на границах ну силу до сосредоточили они все таки же так строим в спарте палаты советников да вот они спартанские гоплиты два хода строятся полторы тысячи стоят денег нет так отлично нужно какое-то оригинальное решение мы к вашим услугам в пути в пути мгм мгм так вот честно говоря побаиваюсь вытаскивать войска а если вытащишь а если римляне нападут по крайней мере здесь вот баланс какой-то сохраняется еще так а у тебя тоже есть да торговец специями но этот торговец шелком так ладно давайте наверное вытащим конницу ставить паруса все на берег да капитан так хорошо пусть будет вот так вот объединить войска уходим так ну спарту защищаем хорошо защищаем ну вот честно говоря мне бы фирмон очень пригодил с собой да ну смотрите на эти войска ну конечно же да вот они обычные гоплиты афинские гоплиты но смотрите у них по три серебряные лычки вообще-то да как минимум так жду вашей команды да сак а мне нужно немедленно поговорить с ним давайте вот так вот давайте просто торговать давайте просто торговать да мы повелите да мы повелите да остаются испанцы да как и сделаны так ну это беднота это просто атас какой-то а может быть налоги где-то поднять ну ну в спарте можно поднять но так хорошо давайте пока что сдадим ход римляне то смотрите кстати вот собираются возле кан вот у них уже почти полные две армии да есть и три арии есть и принципы ну вот уже да уже и тяжелая пехота и копейщики подтягиваются римские пергам объявил о союзе с карфагеном риме и греки также в союзе ну и рим и македония объявили о своем союзе так что я развиваюсь развиваюсь а толку так все таки же я наверное вот публичные бани в аполлонии построим и еще построю наверное вот анагры ваша честь сейчас же сейчас же ну потому что как бы к войне с римом я не готов римляне то усиливаются а я сижу на на месте отсюда не вытащили войска иду на позицию ну конечно они же далеко не отходят хотя с другой стороны если разбить по одиночке а если бы греки бы их разбили а я бы потом бы это захватил их так ваша честь сейчас где-то здесь испанцы а мне нужно немедленно поговорить с ними так давайте с ними торговать союз отлично все это за деньги объявлен союз царство и пир иберийские племена окровавленный меч и разбитый щит отброшены в сторону эти народы решили жить в мире друг с другом пока что кстати да вот а мне нужно немедленно давайте со свободным народом прекращение огня ну надо же смотрите они согласились перемирие в действии царство и пир свободный народ эти фракции договорились о перемирии и временно прекратили кровопролитие арест бог войны уснул но гнев его еще не утих отлично чудесно видите так а вольных людей вольные люди вольные люди а это как бы да не свободный народ я так понимаю вольные люди да это не свободный народ так что у нас по финансам ну нормально главное чтобы вот эту вот нормальность не прервала ничего сверх ненормального кстати римляне ушли так война объявлена союзнику греческие полисы македонии наши союзники вступили в войну но стоит ли элли нам прийти к ним на помощь спорный вопрос возможно стоит помочь их врагам так ну я отклоню да я все таки же поддержу македонию союз разорван греческие полисы царства и пир одни лишь боги вечные союзы людей ненадежные переменчивые так ну и македония и рим разорвали свои союзы и в то же время пиргам и гальские племена объявили о союзе совершеннолетним стал дурис из эпира шестнадцать лет лживый хотя иногда в полуправде нет ничего плохого у этого человека совсем другие масштабы понимающий в натур философии понимающий в стратегии этот человек имеет некоторое представление о стратегии но его обучение еще только началось молодой так а вот вообще-то на противоречиях можно бы сыграть да коринф греки осадили коринф так ну в принципе все строится денежки есть может быть самое время уже начать и строить вот этих вот спартанских гоплитов они тем более по два хода строится то есть это долго да пока не построится это это долго может быть стоит начать так а римляне пошли нет я думал римляне пошли кротон осаждать кстати в пути ходов больше нет господин но вот кротон более не менее слабый так а не могу ли я как бы его захватить как бы в принципе я-то могу это сделать как бы в принципе я-то могу это сделать ну не знаю ну не знаю навряд ли греки или македония начнет со мной войну они же заняты войной друг с другом то есть македонии не до меня да и греции тоже в принципе так что я думаю может быть это на борту да господин господин а с другой стороны то из старин то войска то не вытащишь так давайте немножко стрелков тогда еще наймем так где ж мой дипломат сейчас мне нужно вольных людей походу нельзя с вольными людьми нельзя мириться это типа как повстанцы господин господин ну типа понятно да мой повелитель так ну по финансам все хорошо по финансам все нормально так война объявлена союзнику с сиракузы и карфагена ну да конечно же я сиракузы поддержу мой давний друг и союзник союз с карфагеной и царство и пир разорван одни лишь боги вечные союзы людей ненадежны и переменчивы ну и мы поняли что война уже между сиракузами и карфагеном эти фракции объявили другую войну кто знает что выйдет из всего этого ну действительно кто знает так кстати то у нас расширились города да так ну здесь один ход еще остался кстати кстати храм посейдона ну вот он самый дешевый он дает вот плюс один пищи и увеличение количества товаров это все дороговато уже как бы давайте да вот храм посейдона вложимся так стрелков мы строим они чё одинаковые что ли так ну вот это вот рекрут и копейщики это тоже рекрут и копейщики так атака 28 защита 48 то же самое а вы чё одинаковые войска что ли добавили фракция а зачем у меня вот вопрос сразу же возникает как бы зачем то это в пути иду на позицию иду на позицию иду да смотрите римляне вывели войска из южной Италии хм жду вашей команды да мы повелитель так чё за дорога пульт в порт вольных людей роксоланы так нет с вольными век воли не видать сейчас а вот здесь вот сарматами господин да мой повелитель туда да так как и сделано хорошо давайте да вот еще построю один отряд рекрутов блин пока эти спартанские каплиты построятся это же пройдет куча времени так сдадим пока что ход ну не знаю опасно 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 это все как бы римляне могут обрушиться на таррент и все и кирдык объявлен союз с пиргам Армения окровавленные мечи разбиты щит отбошены в сторону и эти народы решили жить в мире друг с другом пока что так хорошо хорошо спарта еще спартанских гаплитов пока не построится это пройдет куча времени можно повелитель иду иду на позицию так тут уже греки подошли к моим как бы этим а греки кстати вот коринф захватили так мне кажется я кое-что придумал да господин да господин слушай а точно нету этих как его в пути в пути иду иду давайте осадим фирмон в атаку осаждаем поселение господин поселение в осаде господин так ну как бы греки наверное разбили ту небольшую армию которая здесь защищала фирмон остался только гарнизон так давайте в таринте вообще-то стенку да вот я бы хотел стенку построить давайте вот так вот еще вытащим что из этого выйдет честно говоря не знаю да мой повелитель да мой повелитель чем могу служить туда хозяин блин алё ребята а где у вас тут этот как бы какие-то населенные пункты жду вашей команды сейчас же да ага римляне пошли на север Италии ну отлично значит у нас есть время подготовиться ваша честь а мне нужно немедленно поговорить с ним так а мне нужно немедленно поговорить с ним все таки ж нельзя будет сыграть на противоречиях в Македонии и греческих полисов печально ну вообще денежки были бы сейчас очень кстати отлично ха-ха-ха да-да фирмон мы осаждаем вполне возможно фирмон упадет к нам так спарта недовольна давайте вот святилище ареса построим построим так свадебные торжества Дуриса и Запира женился этот парнишка хорошо кстати нам нужно площадка для катапульт давайте еще стрелков подкинем ухты критские лучники так а сколько вы стоите 300 до а вот эти вот ребятки 650 это лиская кавалерия 700 а у меня по моему она стоит 900 да 900 так мне лучше ее нанимать приказы давайте я во первых этих критских лучников найму а во вторых найму себе еще конницы да да хозяин в пути иду уля-ля греки как бы не захватят всю македонию тогда уже греки будут представлять опасность для нашего государства жду вашей команды да мой повелитель сейчас да мой повелитель мой повелитель так хорошо сдадим следующий ход посмотрим пыль и и в и и и и и и и и и ни один смертный не может удержать прилива божественного недовольства аполлония и стрельбище повредилась да 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 смотрите греки осаждают македонян вполне возможно и захватят их объявлен союз македония карфаген не знаю но македонии это вряд ли поможет так давайте храм ареса так ну еще спартанских гоплитов фирма на 4 хода ну да я как бы построил бы чего-нибудь на самом то деле но с деньгами уже туговато становится чем могу служить сейчас сейчас блин да где эти сарматы где их не города как и сделаны господин ваша честь когда кончились господин так думаю фирмон мы посаждаем еще в принципе можно наверно сдать следующий ход вот так вот конечно же плохо то что вот города с красными мордами сидят к вашим услугам и македония ты будешь защищаться как бы в пути тебя захватывают твои территории захватывают и сделаны господин а радостские гоплиты ничего себе блин мне мне честно говоря ребята ну мне не нравится такое усиление греческих полисов ну плюс ко всему я еще не ту сторону оказывается выбрал я выбрал сторону проигравших так плохо так ничего себе придется понижать налоги то давайте вот силы оборот то да вам браки построен спартанцы у нас строятся да кстати можно вот еще один отряд до заказать так мы теперь возникает вопрос логистический как же мне их перевозить то что здесь дофига повстанцев с которыми я мягко говоря не не очень-то хороших отношениях готовы да капитан да капитан ага доплывает все это пришло ну значит тогда можно перевозить так дипломат да да так не ну здесь уже нет да 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 ребята ну я честно говорю я не знаю ну вот хоть открывай туман войны и так вот смотри где города этих сарматов ну это это жесть карта огромная и иди ищи на ней да где эти города так а с кем я кстати вот еще может быть не заключил союза ну с царством толемеев вряд ли конечно у них же враги царство селевкидов ну вот с арменией да еще ничего не заключил ну с царматами тоже вот ничего не заключил но я их не могу найти на карте вот в этом как бы и беда так хорошо ребята давайте на таком моменте закончим серию всем спасибо за просмотр я жду ваши лайки комментарии советы в общем все все что может помочь мне в прохождении этой кампании ну а за всем прощаюсь если вы досмотрели до конца это видео моя благодарность вам не знает границ увидимся уже в следующих сериях и снова всем спасибо и снова до свидания будьте здоровы помочь нам